Здравствуйте! В эфире информационная программа «Будни». Мои коллеги, корреспонденты Ибийского телевидения и я, Евгения Ижутова, расскажем вам о том, каким был этот день. Коротко о главных темах выпуска. 82 года назад началась самая страшная война 20 века. День памяти и скорби в Алтайском крае и Бийске. Только рано утром и ночью жители Ибийского района по каплям собирают воду. Символ одного из районов города скоро будет не узнать. В планетарии готовы поднять новый купол. Сегодня 22 июня, и это, пожалуй, один из самых страшных дней в истории. 82 года назад началась Великая Отечественная война. По всей стране сегодня проходят акции, митинги и программы. В Барнауле в памяти о жителях края, которые не вернулись с войны, зажгли свечи. Свеча памяти – главная акция ко дню памяти и скорби. Впервые ее провели в 2009 году. С тех пор свечи зажигают во всех российских регионах. По Барнауле в честь героев Великой Отечественной войны зажгли сотни свечей. В этот вечер в краевой столице также звучали стихи и песни. Часы и минуты до – самое начало войны помнит бейчанин Петр Григорьевич Щербаков. Ветеран на днях отпразднует свой 101-й день рождения. Несмотря на солидный возраст, Петр Григорьевич – прекрасный рассказчик. Он помнит о своей жизни в деталях, вплоть до дней, недели, точного времени. 22 июня мы всю ночь просидели в Унисейске. Там паром, возле паром просидели. Прихожу домой, мама говорит, война началась. Из Бийска на фронт ушли около 25 тысяч солдат и офицеров. Не вернулись 11 411 человек. Чтобы современные поколения не забывали о памятной дате, в Бийске сегодня прошло множество мероприятий. Одно из них на площади у городского дворца культуры. Зрители программы – дети войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Валентину Викторовичу Хитрову было два года, когда началась война. Он практически не помнит те ужасные 497 дней. Мама сохранила ему жизнь и при этом работала. Все три года я был с матерью в Ленинграде. Вы знаете, этим женщинам, таким как мать, памятника даже мало. И они столько перенесли. Мало того, что я был маленький, хотя она же еще и работала. И надо было как-то содержать и себя, и меня. Я не представляю. После программы у городского дворца культуры ветераны химзавода возложили цветы и венок к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. А акция «Свеча памяти» сегодня пройдет и в Бийске. Начало в 22.00 у мемориала воинам-бийчанам. Евгения Ижутова, Илья Питков, Будни. И о героях современности с песней и верой в лучшее. В Бийске студенты БГК и волонтеры организации «Вместе за своих» плетут маскировочные сети. На передовую они уже совместно отправили множество грузов. Сейчас активисты готовы сделать сотни метров маскировочного покрова. Для этого уже закуплены необходимые материалы. Какие еще планы у волонтеров, матерей и жен? Смотрим дальше. Пусть он в землю не бережет разухую, А любовь Катюша сбережет. Пока глава семейства Никитиных бережет родину, жена и дочери бойца плетут маскировочные сети. В беседе за важным делом Ирина Никитина рассказала, муж служит в составе Бийской роты радиоэлектронной разведки. Нашей маленькой Ксюше 9 месяцев, Алине 8 лет. Стараемся все вместе помогать, как можем. Десятки метров помогут скрыть от глаз технику, БТРы, автомобили и блиндажи. Мастерицы объединились на базе Бийского колледжа. Сети плетут и студенты, и волонтеры серебряного возраста. Организация «Вместе за своих». Всех этих женщин научили две девушки. Я очень много обучила. Мы изначально заготавливали, нарезали. Весь колледж помогал нам в этом. Кто-то нарезал, кто-то резал. И помогали плести, обучали. Очень много студентов. В зону СВО уже отправили две больших сети, сплетенных студентами и волонтерами. Сейчас в работе сразу несколько маскировочных покровов разной длины. С того дня, когда объявили специальную военную операцию, наш колледж также активно подключился. И студенты нашего колледжа совместно с педагогами активно участвуют в различных мероприятиях. Это и письмо солдату, и подарок солдату. Студентами и педагогами нашего колледжа собрано более 200 посылок. Готовые сети бывают в продаже, но это скорее дефицит. И сделаны они на китайских фабриках. Те, что плетут в Бийском колледже, из хорошей ткани, она не пропускает свет и отталкивает воду. Необходимые материалы помогли закупить депутаты, медики и предприниматели города. Около 800 метров уже нарезаны на ленточке. А материала действительно необходимо много. Женщины освоили плетение, и если раньше на одну сеть уходила от 7 до 10 дней, то сейчас установили собственный рекорд полтора дня на пятиметровую сеть. Сети настолько востребованы. И наши сыновья нам говорят, вот милые наши мамочки, нам не так все это важно, как нам нужны сети, которые именно вы можете сделать. Эта сеть, она как оберег, она должна защитить наших детей. В планах у мастериц освоить технику производства маскировочных халатов. Женщины ждут образец и обещают научиться делать и их. Волонтеры приглашают помочь всех желающих, особенно тех, кто умеет плести рыболовные сети. В Бийском государственном колледже плести сети будут на протяжении всего лета. Мы уже внесли свой вклад и помогли нашим солдатам. Делайте и вы присоединяйтесь. Евгения Ижутова, Илья Питков. Будни. Новый завод, национальная дорога, строительство микрорайона на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Виктор Томенко подписал четыре крупных соглашения в сфере туризма, жилищного строительства, дорожного хозяйства и промышленности. Какие именно, смотрим дальше. Общий объем планируемых инвестиций в экономику края больше 50 миллиардов рублей. Виктор Томенко эффективно поработал на Петербургском международном экономическом форуме и привлек в регион государственные и частные денежные средства. Два дня работы на Петербургском международном экономическом форуме получились довольно продуктивными. Эффект от реализации проектов, по которым подписаны соглашения, надеюсь, почувствуют многие жители Алтайского края. Ведь заявленные миллиарды инвестиций – это в конечном итоге дополнительные доходы для нашего бюджета, а значит, дополнительные возможности улучшения социальной инфраструктуры, строительства и ремонта больниц, школ, детских садов, приведения в порядок коммунального хозяйства и так далее. Представители крупных экономических структур и политики края высоко оценили работу губернатора на форуме и отметили, что в будущем это повлияет на развитие региона. В прошлом году у нас было подписано 14 соглашений, и объем этих соглашений превысил 40 миллиардов рублей. И мы видим, сегодня уже можно сказать, что те соглашения, которые были подписаны, например, для реализации проекта на площадке Горная Белокуриха, который будет завершен, по-моему, к концу года, и то, что с Черкизова подписали, у нас в Бийске развивается площадка по выпуску мяса птицы. То есть мы видим результат, а результат какой? Результат только один. То есть у нас появление новых субъектов экономической деятельности, это новые рабочие места. В этом году масштабные проекты для реализации соглашения о строительстве микрорайона Новый Барнаул, 50 миллиардов инвестиций. Гостиничный комплекс в Белокурихе принесет региону 2 миллиарда рублей из нефтяного сектора, а строительство завода в Михайловском районе больше миллиарда рублей из Новосибирской области. Важное соглашение по маршруту Чуйский тракт позволит направить федеральные деньги на ремонт и расширение дороги. Губернатор Алтайского края на Петербургском международном экономическом форуме подписал ряд важных для Алтайского края соглашений. Они связаны с привлечением инвестиций из других регионов, создают базу для привлечения федерального финансирования в дорожную сферу. Благодаря работе Виктора Петровича Алтайский край извлекает максимум возможностей из работы на федеральных площадках. Это крайне важно, потому что реализация таких соглашений – это создание новых рабочих мест, рост доходов бюджета, фундамент для долгосрочного развития нашего края. Благодаря реализации этих проектов в крае появится больше трех тысяч рабочих мест. Увеличатся поступления в бюджет региона, а полученные деньги направят на социальную сферу. Олеся Бедарева «Будни». Теперь блок рекламы и мы вернемся к новостям. Ловите летние скидки. Минус 30% на все, абсолютно все куртки и ветровки. В Ермаке. Митрофаново, 35, остановка вокзал. Требуется грузчик, подсобная рабочая, заработная плата от 30 тысяч рублей. Обращаться по адресу улица Васильева, 85, корпус 1, гипермаркет низких цен «Маяк». Готовим клиентов для вашего бизнеса в ассортименте. Телевизионные каналы в цифровом и кабельном эфире. Социальные сети, сайт, печатные СМИ. Оптом скидки. Бийская медиагруппа. 31 31 15. Важнейший ресурс жителей поселка Пригородный, Бийского района, в самые жаркие дни июня, несколько дней оставались без воды. С просьбой помочь вернуть живительную влагу, они обратились к властям района и к нам в редакцию. Для того, чтобы проверить, как сейчас обстоят дела с водоснабжением в домах сельчан, мы вновь отправились в Пригородный. Подробности у Дарьи Федоркиной. Отсутствие воды на улице Дружной в поселке Пригородном стало уже традиционной летней проблемой. Жители в этот период дружно отправляются за ценным ресурсом на водопроводные колонки и в магазины. Бывает ночью, когда никто не это, там чуть-чуть вода, у нас стоит бак. В этот бак чуть-чуть водичка, чтобы хоть что-то полить. Ну вот этой водичкой также заливаем в баню, чтобы хоть чуть-чуть умыться. То есть вот это мы как будто не в современном мире живем, да, не в 21 веке, а в каком-то вот, я не знаю, и ходим по кругу, пишем, пишем. Этим летом сельчанам все же удалось разорвать замкнутый круг проблем. Еще буквально неделю назад, в самые жаркие дни, в связи с высоким водоразбором, вода в кранах поселка практически не появлялась. Но сейчас ситуация существенно изменилась. В некоторых домах потребление воды возросло, ну в разы, скажем так, даже это можно было ощутить по счетчикам, которые установлены в домах. Вода в некоторых домах появлялась только в вечернее и утрешнее время. В связи с этим было принято решение о запуске резервной скважины, которая находится перед нами. Мы ее промыли, прокачали, заменили глубинный насос и запустили ее в работу. Запуск дополнительной скважины обеспечил бесперебойную подачу воды на улице Дружной. Специалисты отмечают, что работать она будет весь летний период. Отключит ее лишь с наступлением осени. Отметим, что поселок пригородный Бийского района активно застраивается. Водный ресурс постоянно подводится к новым домам. Для того, чтобы обеспечить качественной питьевой водой и систем центрального водоснабжения всех потребителей, необходимо увеличить количество скважин на основном водозаборе. Власти Бийского района намерены реализовать это с помощью участия в краевом проекте «Чистая вода». Дарья Федоркина, Илья Питков, Будни. Новый центр притяжения в городе. Уже через пару месяцев пространство возле городского планетария преобразится. Появятся дорожки, свет и даже сцена. Изменится и здание, а точнее одна из важных его частей – купол. Его поменяют на новый и начинят современным оборудованием. Какие еще изменения ждут Бийский планетарий, узнаем прямо сейчас. На площади перед планетарием красуется новый купол. Это гордость города и достижение. Получить такой долгожданный объект стоимостью больше 16 миллионов рублей стало возможным благодаря победе в конкурсе на лучший инновационный проект среди всех наукоградов России. Бийск в числе призеров получил финансирование на создание обсерватории. Собственно, астрономический купол – это и есть обсерватория. Вот у меня за спиной купол, который собран, каркас которого собран уже процентов на 95, остались самые небольшие штрихи работы. И мы надеемся в ближайшее время, как позволит погода, поднять его наверх, спустив предварительно старый. И уже потом, после этого, мы будем начинять купол новым оборудованием. Так в обсерватории появится астрограф-прибор для астрономической съемки. Такой механизм может уловить даже слабые источники света. Среди технических новинок и собственная метеостанция. Погоду над куполом можно будет посмотреть в любой момент в режиме онлайн. Управлять куполом, управлять астрономическими наблюдениями можно будет не только внутри купола. Там у нас, кстати, будет и обычный телескоп, ну, в смысле, не автоматический, а ручной, которым можно как раз будет посмотреть глазами. А вот автоматическим можно будет управлять даже из любой другой точки планеты. Там, где есть интернет. На самом деле, вводите специальный пароль и управляете куполом. Помимо нового купола преобразится и территория вокруг строения. Появятся подпорные стенки, которые укрепят грунт, асфальт, тротуарная плитка, освещение, сцена. В самом здании установят лифт. Пространство подойдет для всех категорий жителей. Мы создали и разработали программу «Место для молодежи», где будут встречаться все, кто хотят. И учитывая желания, и, конечно же, возрастные особенности. Мы будем приглашать не только молодежь, но и, конечно, ребятишек, которые помладше, и, конечно, возрастных людей, потому что для них будут все программы. Здесь будет и зарядка, здесь будут рок-концерты, здесь будут мастер-классы проводиться. Это уникальный проект для города, отмечает и подрядчик. Помимо уютной и безопасной территории, объект заиграет красками благодаря светотехнике. Фонари у нас идут за подпорной стенкой, освещают здесь полностью все. По центру, который у нас стоит, будет тут купол светящийся, вот такой только маленького исполнения. И к куполу будет светящаяся тротуарная плитка проложена. В перспективе на территории появятся арт-объекты, клумбы, сделают художественную подсветку здания. А это значит, совсем скоро культурные события перекочуют на новую площадку. Ко всему добавится и звездное небо, которое для каждого жителя будет как на ладони. Олеся Бедарева, Илья Питков, Будни. Одну в рот, вторую в кузовок. Сезон летней ягоды в этом году начался позже обычного. На прилавках уличных ярмарок только-только стала появляться Виктория и жимолость. Продавцы просят за свой товар 200 рублей и за полулитровый стаканчик. Высокую цену оправдывают сложностями при выращивании. Цена на первую ягодку всегда высокая, однако уже через неделю, когда сладкие плоды начнут массово спеть, цена упадет. Садоводы рассказали, что этот сезон для ягоды сложный. Практически все виды любят влажный, теплый воздух. А весна и лето в этом году были прохладными и сухими. И если жимолость не такая требовательная, то с капризной Викторией пришлось постараться. Например, чтобы получить вот такой отборный урожай, необходимо было регулярно полоть, поливать. А еще Викторию, кроме людей, любят муравьи, ящерицы и птицы. От них ягоду нужно беречь. Следующий созреет малина и смородина. Кроме этого, садоводы прогнозируют неплохой урожай сливы и вишни. Уже сейчас на деревьях много завязи. А вот груши и яблони в этом году под вопросом. Деревья отдыхают и погода подкачала. Добавим, медики напоминают, что к ягодам, как и ко всей сезонной продукции, нужно относиться осторожно. Это один из главных аллергенов. Если какая-то простая крапивница, если она не нарастает, если она не идет куда-то на голову, грубо говоря, к шее, тогда да, можно выпить таблетки. А если уже это задействовано, видите, что у ребенка или у вас, или у кого-то начинают распухать губы, язык, шея, то тут надо уже обращаться, конечно, за медпомощью. Теперь о погоде. 23 июня в Бийске будет облачно, ветер слабый. Преимущественно западного направления. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха в течение дня будет меняться от высокой к низкой. Возможно, небольшие возмущения в геомагнитном поле Земли. Ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 22, 24. На сегодня это все. Такой была информационная картина дня глазами наших корреспондентов. Если хотите поделиться с нами чем-то важным, звоните в нашу редакцию по телефону 313507 или пишите в социальных сетях. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что сегодня День памяти и скорби. В 22 часа у мемориала славы воинам-бийчанам пройдет акция «Свеча памяти». Вы можете принять в ней участие.